2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Этим утром хочу в первую очередь поздравить всех родителей, у кого есть школьники с начала учебного года, пожелать не только терпения, но и надежды в Боге, что все будет хорошо. Кто-то уже напрягся. Хорошо никогда не бывает. Бывает, но не всегда хорошо. Все бывает, но не всегда хорошо. А также я хочу принести свои извинения и попросить прощения за наши неудобства, с которыми мы с вами здесь сталкиваемся, в этом здании, в этом месте, где мы собираемся. Потому что то, что мы хотим делать и хотели делать, нас ограничивают время. Неудобства со неправильным светом, у нас есть служение, которое мы переносим, и служители, которые были ответственны за одни или другие служения, они не могут здесь проводить то, что мы планировали. Один из примеров, это у нас класс, именно членский класс. Мы ждем, пока мы перейдем в другое место. У нас также работа с медиа, трансляция, у нас и видеопроекторы и так далее, и тому подобное. У нас очень много неудобств, за которые я хочу принести вам личные извинения. Наши домашние группы подготовили свою программу на сегодня. И мне пришлось буквально вчера-позавчера отказать им о том, чтобы они показали то, чем они занимаются, что они делают. Они приготовили прекрасную песню. И я им сказал, ой, мапитом, да, ну зачем? Ну вот так происходит, когда нам больше всего нужно, у нас такие ограничения. Но при всем этом, я надеюсь, что мы 22 сентября, это на Йом-Кипур, мы перейдем в здание, которое находится по ту сторону баррикад, то есть мы сошли вниз, пошли наверх, то есть где-то похоже на ту гору проклятия и благословения. Что-то на этой горе у нас не так сильно получается о том, что Валя говорил. А вот там уже нас ждет что-то. Но мы туда будем переезжать буквально в течение этих двух недель, и мы молимся, чтобы церковь прославления, которая занялась этим ремонтом, и они арендуют это здание, у них все получилось. Второй вопрос, который, не вопрос, а второй, как бы, момент, который я хотел бы с вами поделиться, это еврейский вопрос. Ребе, в субботу можно прыгать с парашютом? Конечно же можно, но открывать его нельзя. Вы когда-нибудь... Вы когда-нибудь чувствовали, что от вас иногда требует невозможное? Кто из вас иногда переживал, что от вас требует невозможное? А самое тяжело делать невозможное, когда вам этого не хочется. Когда вот не хочешь что-то делать, и ты говоришь, это невозможно. Когда вот внутри оно аж прямо кипит, и внутри ты говоришь, нет, это невозможно. И это самое сложное. Но вместе со мной, пожалуйста, если у вас есть ваши Библии, ваши переносные Библии в телефонах, на планшетах, где бы они ни были, откройте Аввакума, 2 глава, 1 стих. На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Это местописание я не зря выбрал, потому что фактически Господь, Бог нас призывает не просто к молитве, а к некому общению с Ним. И здесь Аввакум, как пророк, говорит слова, которые каждый из нас понимает, но при всем этом мы игнорируем это положение. Есть случаи в нашей жизни, когда то, что мы хотим сделать, или делать невозможное, на самом деле невозможно сделать, если с нами не будет Всевышнего. Есть моменты в нашей жизни, что то, что нам кажется невозможным, и мы можем это сделать, без Бога они не получатся. А еще сложно, знаете, когда ты получил откровение свыше от Бога, что то, что невозможное тебе, людям, будет возможно Богу, и мы знаем, что это возможно Богу. Мы получим то, что мы просим, или то, что мы открыли перед Богом, вдруг мы получаем откровение, что это возможно. Мы радуемся, и мы говорим, следующий вопрос, когда? Самый сложный момент, когда мы понимаем, что невозможное становится возможным, но нужно этого дождаться. Услышьте меня в мятину, мое послание сегодня говорит ожидание. Мы знаем, что невозможное становится возможным с Богом, и вопрос становится, когда? Потому что мы привыкли, что все, что в нашей жизни происходит, должно быть сейчас. Стих 3, это же главы, 2. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Мы говорим, подожди секунду, невозможное становится возможным, и вдруг, если оно и замедлит, ты должен ждать. Как многие из вас ожидают то, что вы когда-то получили откровение, и до сих пор ожидаете, а оно не происходит? Несколько человек. Ах, скажите, а кто уже сдался на пути? Что происходит вообще, когда мы вообще в замешательстве, когда вот мы получаем откровение, или же ответ, да, оно возможно. Когда какие-то ситуации происходят, мы стоим в этом, и вдруг у нас приходит та закрашившаяся мысль, ситуация тоже разобралась. Но когда она исполнится, когда она разрешится, когда все встанет на свои места? Я знаю, что многие из Одесской общины не знают Гену и Наташу, Буровы, которые у нас из Черноморской общины. Но в их жизни, в их супружеских отношениях, примерно около 6 лет, они не могли разрешить многие вопросы. И доходило до такого состояния, что люди разъезжались, расходились. Мы молились за них, и не было ответов. И знаете, когда приятно видеть, когда люди, и Бог их примеряет, и Бог ставится на место. И мы видели победу, которая очень велика. Но за эти 6 лет, друзья, честно, я молился и думал, Боже, когда? Я понимаю, что Писание говорит, что Бог сочетал, что человек разрушит, что развод это не выход из положения. И они это понимали, но не могли друг друга терпеть. Вопрос был какой, когда? У меня есть маленький друг. Его зовут Марк. Марк сегодня прошел четвертую терапию. Каждый из нас положил надежду в Боге, что Марк получит свое исцеление. Четвертая терапия. Рак. Да, или там как бы, называется по-другому у нас. Ликамия. И мы смотрим на это все и с надеждой. Вопросы у меня, как? Мы знаем, что ответ есть от Бога, что он заложен в Боге. Но вопрос, почему не сейчас? Почему не мгновенно? Почему мы должны ждать? Если Марк нас смотрит, и Наташа с Андреем, хотим сказать, Марк, выздоравливай, мы тебя ждем. Мы верим, что Бог исцели тебя. Мы молимся, что Бог сделает чудо. И мы тебя увидим здесь, в Одессе. Если ты в Москве, передай всем привет, что мы всех любим. Мы знаем, что Бог милостив. Послание, в первую очередь, я сегодня говорю себе. Я себе сам говорю послание, потому что ситуации, которые происходили в течение этой недели, позволяли мне рассуждать на многими вещами. Что делать, когда ты вообще обессилен в ситуациях? Что делать, когда все то, что тебя беспокоит и раздражает, ты должен все-таки научиться ждать, где будет ответ и выход от Бога. В книге Аввакума заложен принцип переживания Бога в пророческих действиях. Интересно, что большинство пророков говорили от имени Бога к людям. Аввакум начинает свое общение с Богом и пророчествовать, как будто от Бога к Богу. По-еврейски, задавая вопрос, и на них, скажем, а где, а что, и пророчествует в будущее. Я сделал три урока из второй главы. Я хочу с вами поделиться. Три урока в ожидании. Первый урок ожидания. Если вы хотите изменить будущее, вообще по-другому подходить к тому вопросу, кто такой Бог. Как сегодня Валентин говорит, проклятие и благословение. В чем секрет, да? Первый урок ожидания – это слушать. Слушать. Некоторые люди при различных обстоятельствах своей жизни, когда Бог не делает того, чего мы хотим, то, что мы просим и как мы хотим, чтобы Он сделал, просто иногда, знаете, разочаровываются. Они делают скидку на то, что Бог, которому мы служим, Он не всемогущий. Они разочаровываются в общине, потому что думают, что через общину Бог и поэтому не приходит, не действует, потому что пришли в общину. Причем здесь община, если у тебя вопросы твои? Обижены на Бога, потому что что-то не получается. Некоторые вообще как бы разочаровываются и уходят. Люди хотят помощи. Кто из вас, когда-нибудь вот работая с людьми, пытался с ними как бы договориться? Особенно, когда люди нуждаются. Я задам вопрос такой, ответьте, пожалуйста, в процентном соотношении. Вот в процентном соотношении. Когда вы даете или делаете помощь людям, финансовую, физическую помощь, в чем-то, как быстро они принимают это? В процентном состоянии. На все сто сразу. Если принимать, то все сразу, правда? Даже до 120, у нас как бы перестройка, гласность и это самое, давайте все на гора. Когда мы физически пытаемся помочь людям, финансово или какой-то помощи, они никогда не отказываются. Они берут, и даст, и спасибо, на них говорят. А следующее, когда вы даете им умный совет, в каком процентном состоянии они способны принять этот умный совет и воплотить его в жизнь. Если есть эти два процента. Если еще есть два процента. И знаете, я в этой главе увидел нечто. В этом простом стихе «На стражу мою стал я, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, и что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Мы жалуемся, друзья, мы жалуемся Богу на обстоятельства, на ситуации, когда трудно, переживания, когда приходит давление, и когда мы начинаем перед Богом что-то просить, или же у людей, почему-то мы деньгами берем быстрее, чем советом. Чаще всего, когда ко мне приходят за совет, я им даю совет, нормально, помолились, благословились, ты согласен, согласен. И потом, когда спрашивают, что случилось? Ну, не получилось. Ты сделал так, как я тебе сказал? Ну, обстоятельства. И шо? Я думаю, что самое сложное для нас с вами, это, зная, что Бог в Ешува даровал нам все. Правильно, Писание говорит, 1 Иоанна, 3 глава, 22 стих. И чего не попросите, получите от Него, потому что соблюдайте заповеди Его и делайте благоугодно пред людьми. И шо, говорит, просите, и да, она будет вам. Стучите, и отворят вам. Мы, как верующие люди в Новом Завете, мы, как Валентин правильно сказал, мы сделали объемное мышление, кто такой Бог, что Он из себя представляет. И мы открыты к той мысли, что Он, Бог, Он должен выходить нам навстречу. И да, и аминь. Я считаю, что да, и аминь. Здесь мы должны иметь веру, что мы получим. Но иногда закрадывается мысль. А что, если Он скажет не то, что я хочу услышать? А что, если Он попросит меня сделать то, чего я не хочу? Что, если Он промолчит вообще? А что, если Он опоздает с ответом? Уже будет совсем поздно. Бывает такое, да? Ну, это же мы как люди. Когда что-то случилось, мы говорим, так, я так и знал, хотел тебе сказать, но поздно. Мы же как бы реагируем на это. Конечно же, нам приятно. До глубины души нам приятно, когда через нас мы свидетельствуем людям, когда возлагаем руки на больных, они становятся здоровыми, чтобы помолились за ребенка. И Бог сделал свое чудо. Нам так приятно за нашего Бога, что Он у нас в действии. Аж гордость поднимается за нашего Бога. Когда мы начинаем там говорить, провозглашать, больные ходят, слепые прозревают нас, вдохновляют. А вот когда раз и не получилось, как стыдно об этом сказать. Как защищать того Бога, который верят в евреи. У кого получалось всегда, помолился и все хорошо. Ух ты, один человек. Вот сразу пойдите к ней, все ваши, я скажу так, все ваши проблемки, возложите на нее. Если он печется о нас. Я скажу так, что мы должны верить, но все равно, когда происходит, нет ответа на молитвы. Думаешь, как защищать того Бога, который евреи верят. Нам хочется внутренне иметь все. Но в суть-то какая, что мы, как люди, должны смотреть на общее положение кто-то из Бога. Если мы принимаем позицию слушания Бога в наших обстоятельствах, вместо требования, тогда и перемены приходят. Что я имею в виду? На страже я встал, чтобы слышать, что он скажет во мне. Потому что очень часто то, что он попросит нас сделать, не является комфортным. Помните, я говорил, что невозможным. Как часто просят нас сделать невозможным, особенно когда мы этого не хотим. Невозможно. Это невозможно. Почему? Тотрова не ходит. Нету скидочки на проезд. Поэтому невозможно. как сложно верить тогда, когда ты понимаешь, что Бог от тебя требует. И как сложно ответить Ему на то, что Он попросит. Когда попросит вас что-то сделать, то, что вам не хочется, не паникуйте. Не паникуйте, когда вам нет вообще ответа. Вы кричите, ау! А в ответ тишина. Я заблудился, здесь есть кто-нибудь? А в ответ тишина. Не паникуйте, когда нет ответа от Бога. Его безмолвие не означает его отсутствие. Если вы поймете это, его безмолвие не означает, что он отсутствует. Послание к евреям, 13 глава, 5 стих. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйте тем, что есть, ибо сам сказал он, не оставлю тебя и не покину. Бог всегда, вчера, сегодня, веки тот же. Он сказал, что если мать оставит свое дитя, он нас не оставит. Но бывают времена, когда нет ответа. Если нет ответа, не означает, что его нет рядом. Не все просимое мы получим. Не все то, что мы просим, получаем с той четкостью, которую мы ему запрограммировали. Я знаю, люди читали много конкретных книг Йоги Чо и других. Есть люди, которые получают откровения, которые от Бога говорят, ты конкретно мне скажи, что тебе надо. Есть люди, которые говорят, мне нужен такой цвет, такие колеса, такая марка, мне нужен так вот, вот это, мне это нужно. И они получают. Вот у людей вера. Я вам скажу, я уже несколько раз уже напоминал или вспоминал моего друга. Я его очень люблю, но его история меня всегда вдохновляет рассказывать об этом еще и еще и еще раз. У меня есть друг, который в свое время очень сильно молился Богу о Мерседесе. Ну реально, как бы, он, когда видел Мерседес, он тихонько подходил там и так вот, знаете, как-либо в этом, вот положил руки и начинает молился так. Типа, я говорю, что ты делаешь? Он говорит, я такое хочу. Вот такое хочу. Я говорю, да, хорошо. Я внутри, как бы немножко, как бы так, ну, пренебрежительно относился, ну, как, что за такие повадки, такие барские. Хочу себе Мерседес. Да, такой. И проходит время. Я приезжаю к ним, он говорит, Бог услышал мою молитву. Я говорю, что такое? Мне подарили Мерседес. Такой, как я хотел. Я говорю, слава Богу, у меня аж вера подняла, знаете, такой, аж внутри. Чтобы, слушайте, можно же получить, правда? Как бы так вот, смотришь, а потом я летел за рубежа и звонил, дружище, говорю, мы прилетаем в аэропорт, можно встретить? Он говорит, не могу. Я говорю, как, у тебя же Мерседес? Он говорит, заправить нечем. Ну, наверное, где-то неправильно домолился, наверное, не понял, что травку Мерседес не ест. Стоит все-таки денег. И простоял у человека почти там пять или шесть лет в гараже, потом он его продал, потому что не мог заправить. Говорит, зачем такая мебель, если ты ей не пользуешься? Момент такой, я хочу вам сказать, что не паникуйте, когда нет ответа, потому что Бог, Он будет в том месте, где вы находитесь. Не все просимо мы получим, и не на все просьбы получим положительный ответ. Не на все просьбы получим ответ положительный. Такой известный раввин, как Рав-Шаул, Павел его зовут, 2-й Карифен, 12-й глава, 7-й, 9-й стих, он говорит, и чтобы я не превозносился, Павел говорит о себе, братья, я хочу исповедоваться, друзья, о своем грехе. Я каждый раз, когда проповедую, я превозношусь. Ну, так написано, чтобы я не превозносился чрезмерным откровениями. У нас сегодня очень много проповедников, которые начинают, я знаю, мне открыто, прими, что я тебе даю, будешь употреблять, получишь, будешь процветать. Павел говорит здесь очень простые вещи, чтобы я не превозносился чрезвычайным откровением, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручающий меня, чтобы не превозносился, Павел исповедуется, друзья, у меня есть плохая привычка, каждый раз, когда прихожу в синагогу, мне дают возможность поделиться словом, у меня начинает давить гордость, что я знаю, и каждый раз, когда я об этом думал, все это Бог, ой, я понял, не превозношусь, не превозношусь, тихо, не двигайся, трижды молил я Господа о том, чтобы удалил это от меня, а Господь сказал мне, довольна для тебя моей благодати, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Божия, то есть Мессия, еще раз повторю, и не все, что мы просим, чтобы получить, мы будем иметь положительный ответ, иногда как с Павлом будет говорить, нет, может чуть-чуть, 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 нет, почему, потому что многие такие духовники, я называю духовные люди, которые действительно правильно читать и изучать Писание, служат других помазанниками, я не называю их помазанниками, людьми, которые хорошо проповедуют, они набирают сущности и литературу, слушают всевозможные семинары, шарлатанам, всевозможные, начинают делать заявления в духовном мире по принципу нам дана всякая власть, духовная власть, цитирую слова Иешуа, Иешуа говорит, все даем власть наступать на змей и скорпионов, на всякую силу вражию и ничто не повредит вам, так? Мы, да, мы и аминь, эти слова, которые сильны, они утверждают нашу веру, поэтому нам нужно помнить, что есть еще и другое, студия, мне нужна сила изгонять бесов, проповедить Евангелие, исцелять людей, чтобы царство божье распространялось, а Павел говорит, когда я пытался что-то сказать, то у меня гордость довела, и Господь говорит, благодать, может, силы, благодать, силы мне нужно проповедовать, ему, благодать, возможно, такая твердая позиция нам нужна, но с помарочкой, когда Господь сказал действуй. Знаете, почему я говорю об этом? Потому же тот же Мессия говорит следующее, сей же род изгоняется только молитвой и постом. Да, нам дана сила, власть, но нужно знать то времена и сроки, которые Господь дает нам для использования. И Шо говорит, я ничего не делаю, если я что? Не услышит Отца. Поэтому есть люди, которые не слушают ни Бога, ни людей, они говорят, я дне нужна сила, я хочу это делать, я хочу исцелять Богослава, хочу распознать Царство Божье, а ему говорят благодать, сила, нет, благодать. После молитва является ожиданием. Еще говорит, если вы хотите видеть что-то происходящее, ожидание, пост и молитва являются ожиданием. Сегодня я пришел рано утром здесь, да, и хочу сказать, что молитвенники в течение часа промаливали здесь место, чтобы Бог делал свою работу, ходатайся за город, за еврейский народ, на то, чтобы Бог делал свою работу, целый час они ходатайствовали, но не могли просто сесть, сидеть, а потом, когда будем молиться за эти вот нужды, или скажем, а давайте, кто нам нуждается, повыскакивать и сказать, давай, давай, а раз и не получилось. я хочу говорить следующее, Исаи 58, 6, какого ли пост, который я избрал, который томит человек душу свою, когда гнетет, гнет голову свою, как тростник, и подстилай под себя рубище и пепел, это ли называешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Что здесь Исаия говорит? Он говорит, не просто внешнее состояние человека, когда он себя, не то, что гнетет, он смиряет себя, потому что ты смиряешь сделать то, что тебя требует Писание. Отпусти тех, которых ты сковал. мы говорим еще, все, что вы свяжете здесь, на земле, будет связано там, на небесах. И все, что вы развяжете здесь, на земле, будет развязано там, на небесах. И чаще всего эту фразу мы, верующие люди, особенно в Новом Завете, те, кто движется в дарах изгнания, исцеления, они начинают провозглашать это в тот момент, когда именно нужно делать изгнание бесов и так далее, или молиться за бесноватых. Знаете, это местописание говорило о любви, о том, что только любовь способна развязать людей. Только прощение может сделать человека свободным. Только прощение делает человека успешным и счастливым. Особенно, когда дети прибегают к родителям, они очень много чего наделали, да, они прибегают и говорят, молочка, прости меня, прости. И когда они тебя умоляют, вот внутри оно поднимается, хочется так выбить всю спесь и изгнать этих бесов, которые, там были. А ты возлагаешь свою руку, гладишь по головке и говоришь, пускай Бог тебя благословит. Я тебя прощаю. У ребенка слезы, обнимаются, ты плачешь и приходит такой шалом, такая свобода. Без ремня исправляются дети. Я хочу говорить о том, что есть момент в нашей жизни. Возможно, мы по своим заслугам требуем силы, а не благодати. Если есть люди, которые говорят, я этого заслужил, меня выгнали из дома, то что я был верующим, я был преследовавым, меня унижали, я проходил многие вещи, поэтому я все это выдержал. Боже, я заслужил, чтобы ты использовал меня. Я заслужил, в своей жизни я заслужил, чтобы ты дал мне эти силы, эти дары, которые используют для общины, для Царства Божьего. А может быть, как Павел. Второе Карифен, 11 глава, 16 стихла буду читать. Еще скажу, не почти кто-нибудь меня за неразумным, а если не так, то примите меня хоть как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвастаться. Павел говорит, посчитайте меня идиотом, то можете считать, я буду хвалиться, то есть, буду себя хвалить перед вами. Что скажу? То скажу не в Господе. Он говорит, говорю это по плоти, от себя, просто выхожу из своей комфортной зоны. Мне-то Бог не говорит, это я говорю по плоти. Но как бы неразумным при такой же отважности, как по хвалу. Да, Род? Как многие хвалятся во плоти, то я буду хвалиться, ибо вы люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто-то превозносится, когда кто-то бьет вас в лицо. Интересное местописание. Вы читали это, нет? Вот хорошие люди, верующие там были. Стыду говорю, что на это у вас недоставалось сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу, по неразумению смею и я. Они евреи? И я. Израильтяне? И я. Семья Абрамова? И я. Христовы служители, то есть служители Мессии. В безумии говорю, я больше. Я гораздо больше был в трудах, безмерно в ранах, боли в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз давно мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночи, день провел в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, то есть те, кто называют себя христианами, в труде, в изнурении, часто в бдении, голоде, жажде, часто в посте на стужи и в ноготе, кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, заботы о всех общинах. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенелся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. И дальше он говорит о том, что то, что посчитаю за привилегию, чем могу похвалиться, посчитаю ни за что. Если мы думаем, что мы получим от Бога силы по причине того, что мы достойны, мы заслужили, навряд ли. Ответ от Бога может нам не понравиться. Но это не означает, что он не знает всех наших заслуг. Павел перечисляет все свои заслуги и при всем том говорит, просила трижды у Бога, а он мне сказал нет. Достаточно моей благодати. Не стоит ему напоминать о своих заслугах. Даже когда нам не нравится его просьба или ответ, не бойтесь, он знает, что любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует. Куда? Еще раз, я это ошибаюсь. Если мы не получили то, что мы просим, то любящих Бога, призваны по Его изволению, все содействует ко благу. Урок номер два, который мы можем получить из этого отрывка. Записывайте. Записывайте откровение, которое Бог вам дает. То, к чему вас призывает. Кто, именно вот, тот момент, когда вам очень сложно, тот момент, когда вам кажется, вы не имеете ответа от Бога, да, вот, и Бог дает какую-то одну фразу хотя бы. Например, с Марком. Когда Андрей пришел ко мне, мы молились, и Андрей говорит, четко я знал, что Марк не умрет. Но нужно действовать. И вот на этой фразе, что Марк не умрет, надо действовать. Когда-то произойдет. Когда исцеление произойдет, мы не знаем. Но нужно действовать сейчас. Почему я говорю, зачем нам нужно записывать? Например, Аввакума, Тарагава, второй стих. И отвечал мне Господь, сказал, запиши откровение, видение, и начертай его ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Чтобы то, что вы пишете, вы могли сами прочитать. И нам не приносят люди откровения, сны, да, например, чаще всего, да. И я читаю, думаю, ну вот это докторский почерк. Кто разбирается, как доктора пишут? Мне иногда даже переворачивали листочек, если я правильно почитал, да, это так. Я сам не понимаю. Здесь четко говорится в нескольких вещах. На стражу стал я, чтобы слышать, что Бог будет говорить ко мне. И чтобы на мои, на мои, эти самые, жалобы. Он должен услышать. И когда я услышу, я должен записать, зачем? Я скажу так. Дьявол ходит, окрикающий лев. Ища, что украсть, да, что, дальше что? Что убить, а потом уничтожить. Мы говорим это как бы о нашей плоти, о нам всех самих. А знаете, я понимаю, что иногда мы очень радостны, когда Бог нам отвечает на наши нужды. Особенно, когда мы получаем откровения. Я встречался с такими людьми очень часто. Они приходили, и начинают говорить мне откровение, которое Бог им сказал. Они так вдохновлены, так они все рассказывают. Проходит время, немного времени, и ты начинаешь с ними общаться, и они начинают говорить тоже откровение, но немножко уже по-другому. Проходит время еще, эти люди уже вспоминают о том откровении уже совсем с другой стороны, и интерпретируют его совсем с другой стороны. А проходит долгое время, они об этом забывают. Дьявол приходит, чтобы украсть то откровение, которое Бог имеет о твоей жизни. То слово, которое он тебе дал. То, о чем ты радовался. Если он способен украсть хотя бы одну фразу, которая искажит само понимание, то через время он убьет это видение, это желание. А через время оно совсем будет не иметь никакого отношения к тебе. Почему записывать, чтобы ты мог сказать, Господь сказал мне, радость в Господе сил моя. И при этих обстоятельствах, когда мне доктора вынесли вередикт, я буду радоваться, когда ответ будет, я не знаю, но я на этом слове буду радоваться, веселиться, о Господе спасение моего. И он придет. Он придет. Дьявол хочет забрать у тебя то, что Бог тебе дал. Не только здоровье, твое имущество, твою душу. Он хочет забрать то, что ты очень ценишь. Божье слово. Божье откровение. Поэтому я говорю вам, записывайте их. Так, чтобы можно было читать. В дневнике записывайте. И знаете, у нас были студенты, вы знаете даже этих молодых людей, Алина и Саша, за которых мы молились. Мы с ними встречались, и Саша открывает свою тетрадочку, маленькую блокнот такой, и говорит, я хочу вам прочитать то, что Бог мне сказал 10 лет назад. А я это не исполнил. Я просто подождал и начал ждать. И он начинал говорить откровение, вот это то, что он видел. И говорит, я сегодня хочу исправить, я приехал в Одессу, чтобы поступить в еврейский, мессианский, библейский институт. Но так сложилось, что я переехал, закрутилась работа туда-сюда, я сказал, чуть-чуть попозже, потом, дальше, и через время, говорит, я потом потерял полный интерес. И ситуации, которые в моей жизни случились, я понимаю, что это не просто так. Я начал читать причина, почему я приехал в Одессу. И там не было переедет в Одессу, живи хорошо и счастливо. переедет в Одессу, чтобы учиться. И в этом году он идет учиться. Вот я знаю, потому что я знаю, что где-то ситуации в моей жизни сложились, потому что я не хотел выполнять то, что Бог мне сказал. даже на прошлом шаббате. Когда я говорил слово, многие из вас среагировали на это слово. Да? Я это увидел как раз после собрания. И все раз, тихонько, быстро взяли стулья, переставили, за три минуты зал был чистый. Знаете что? Вы получили откровение. Что нужно делать? Нужно записать на вопрос. Вы приехали домой. И вы говорили, Господи, да, такое было слово, я знаю, поддержка друг друга. Здесь нужна помощь и все остальное. Скажите, приехав сюда, вы помните, что вы обещали Богу? На прошлой неделе. Я приехал сюда в 10 часов, здесь было 10 человек. А я знаю, что многие говорят, все, я приеду, буду молиться, там будем пробивать все. Я знаю, Бог меня призвал к этому. Раз проснулись, уже 10 часов. Бог вам дал откровение на прошлом шаббате, но по причине ситуации, по причине обстоятельств, вы так раз, где-то его положили, где-то забыли. Но если бы его написали, даже сделали заставку себе вашей аватарки, поверили бы, много-много могло измениться. Последний урок. Урок ожидания заключается в ожидании. Ждать. Ждать. Самое, наверное, сложное в жизни человека. В моей жизни, по крайней мере, я буду говорить о моей жизни, сложный момент в моей жизни, это ожидание. Ожидать мучительно тяжело. Чувство, которое тяжело передать. Просто каждое мгновение, буквально, каждое мгновение, которое ты в ожидании, кажется вечностью. Особенно. Ты идешь к доктору, у тебя зуб болит. Ему говорят, подождите. И ты говоришь, сколько? У тебя все болит. Ты думаешь, как вот освободить с этой боли? А тебе говорят, подождите, пять минут. И тебе этих пять минут кажется вечностью вырвал бы зуб прямо сейчас, если бы смог. Но когда вам удаляют этот зуб, вы скажете, ой, как облегчение пришло. А прошло всего лишь три минуты. Так просто. На самом деле, хочу так прочитать несколько мест писать, которые касаются меня. Ожидание заключается в терпении. Послание к евреям 10.36. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию. Получить обещанное. И услышите момент. Получить обещанное нужно ждать. А чтобы ждать, нужно иметь терпение. Исайя 1.3 говорит, зная, что испытание вашей, Якова, извините, Якова 1.3, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Ай, чтоб этого слова не было. Терпение. Вчера я не смог держаться своего. Буду говорить так с вами откровенно. Я высказался в эмоциях к нашему пастору Олегу. Все, что я пережил, мое терпение лопнуло, но это не давало мне чести. Ну, как бы, взорвался я. Да, вот так. И знаете, это меня сильно разочаровало. Разочаровало, что я не смог удержать в терпении то, что, может быть, меня раздражало. У меня не было адекватного ответа на все, что происходит вот сейчас, в этот момент ожидания переезда, что мы здесь находимся, где кто служит, почему проектор мы не можем запустить, почему не трубим трубы, почему мы там делаем одно, другое, третье, почему у нас то невозможно сделать, это танцевальное, репетиции, там еще у меня нету не было адекватного решения или ответа на все эти проблемы, поэтому я вышел из себя, я прошу, Олег, прости меня. Я говорю ему сейчас прямо в прямом эфире, прости. Я не должен был этого, но все же испытание веры нашей производит терпение, ожидание нашей веры испытание и вот здесь третий стих ибо видение или же откровение относится к определенному, приходящему времени и говорит о конце и не обманет и хотя бы замедлило жди его ибо непременно сбудется не отменится. Какой ответ? Жди. Жди то, что Бог обещал. ты не опускай своих рук, ты действуй, как Бог тебе говорил. Современный перевод он говорит немножко иначе, ибо видение относится еще к назначенному времени и оно спешит к концу и не солжет, хотя оно задерживается, жди его, ибо оно непременно придет, не замедлит. в Танахе это Катувим это малые пророки говорится так, ибо есть еще время до исполнения видения и свидетельствует оно о конце и не обманет, ибо если оно замедлит, жди его, ибо придет непременно не опоздает. важно подчеркнуть, что Бог в разных местах Писания говорит о определенном времени, о сроках. На еврите это слово вот именно придет непременно сбудется, да, это слово временное слово называется Моэд. слово Моэд оно глубокое по своим смыслам. Это означает время, крайний срок, в крайний срок оно исполнится. У нас просто такое слово, оно как бы здесь во временной срок говорится, да, оно обязательно или видение свидетельствует о конце, не обманывает, оно не замедлит, слово не замедлит, оно исполнится, на еврите оно означает Моэд, это праздник. Слово Моэд переводится как праздник. Скажите, когда вы получите ответ, вы радуетесь? Праздник? То есть Бог говорит, послушай, потерпи, подожди, оно обязательно исполнится, и придет на твою улицу, что? Праздник. Он придет, он обязательно придет. Бог сегодня обещает, потом говорит, это будет престольный праздник, То есть слово престольный это как обязательно царский праздник. Моэд это второй из шести разделов Мишны, посвященных законам Шаббата, праздникам и постов. Так что Моэд это время, которое очень важно. Хочу вам дать фразу, которая поможет понять сущность этого времени. Если у вас есть ручка, запишите. помни, если это не Божье время, ты не сможешь его ускорить. Помни, что если это не время Божье, ты не сможешь его ускорить. Но если это время от Бога, ты не сможешь его остановить. Происходящее с тобой, то, что ты хочешь, если это время не от Бога, ты не сможешь его ускорить. Но если это уже началось, ты не сможешь его остановить. Божья задержка, не отказ, как иногда нам может показаться. Но только когда становится явным это желание, просьба, мы зачастую удивляемся то, что происходит. Здесь много родителей есть, да? Мамы с папой, у нас же детки есть. Писание говорит о том, что когда девушка имеет в отшреве, то придет время, и она родит. Когда приходит время рождать, ты не можешь остановить это время. Правда? И когда ты на пятом, на четвертом месяце беременность, ты не можешь ускорить роды. Разве что там это будет как другое совсем ускорение. Но когда они начались, ты не можешь остановить. А самое прикольное, знаете что? В нашем разуме мы рассуждаем, какой этот ребенок будет. На кого он будет похож? А какой вообще у него будут ручки, глазки и так далее? То есть ты не можешь остановить, роды пошли. Но в голове у тебя уже есть состояние, какой ребенок он будет. И когда он родился, ты удивляешься. Ты удивляешься. Слушай, а вообще на кого он похож? Начинаешь рассматривать ему. Ой, там ушки какие-то маленькие, там, а глазенки. Ну, не то, что ты ожидал. Услышьте меня правильно. Мы, когда мы просим, мы ожидаем от Бога ответ на нашу ситуацию, да? Оно придет. Но иногда этот ответ приходит не так, как мы себе его накрутили в голове. Как мы должны это прописать Богу? Не получится. Потому что не все роды одинаковы. Не все дети одинаковы. Да, иногда у нас порождаются дети с какими-то проблемами. Но это не означает, что выхода нет. И то, что мы ожидаем из тебя будет так, как мы хотим. Хотя бы ты не видишь, и Бог задерживается. Но ты с терпением жди Его. Вот душа надменно не успокоится. Четвертый стих. А праведный своею верою жив будет. Это ответ, как раз вот это вот, оно придет. Обязательно придет. Бог говорит, жди, оно придет. Почему? Потому что праведник верой жив будет. Современный перевод, он делает интересную пометку такую. Эта весть не поможет тем, кто отказывается ее слушать. От Бога, когда Он говорит, не поможет тем, кто не желает Его услышать и слушать то, что Он говорит. А праведные люди поверят ей и будут жить за своей верою. По своей вере. Римлянам 11, 17. В нем открывается правда Божия. От веры в веру, как написано. Праведник. Праведный. Верой жив будет. Каждый из нас оправданный Богом. Но праведник, тот, кто следует за Богом, и советами Его пользуются. Не просто получил. Нам легко получить вот сейчас финансы или поддержку. Нам сложно услышать совет и ожидать, когда оно исполнится. Ожидать тот совет и делать то, что Бог нам говорит. Праведный вера жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит, тому душа моя. Мы же не из колеблющих на погибель, но стоим в вере и спасению души. Послание к евреям, 10 глава. Наша вера является базой Божьей природы. Потому что мы должны поверить, что одним словом, одним словом Бог сотворил все видимое и невидимое. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Даже если я не вижу исполняющимся то, во что я верю прямо сейчас, когда это происходит в наши очень тяжелые времена, нам нужно свое сердце направить верой на то, что мы просим, о том, чем мы помышляем. Мы поднимаем руки к нашему Богу, говорим, «Моя помощь приходит от Бога». Мне нравится 121 Псалом, я уже заканчиваю. «Возложу очи моих горам, откуда приходит помощь моя. Помощь моя от Бога, сотворившего небо и землю, не даст он поколебаться ноге Твоей, не дремлет хранящий Тебя. Вот не дремлет и не спит страж Израиля, страж Твой Бог, сень Твоя и правой руки Твоей, днем не поразит Тебя солнце и луна ночью, а сохранит Тебя Бог от всякого зла, сохранит душу Твою, Бог будет сохранять выход Твой и вход Твой отныне и вовеки». Мы в это верим или нет? Аввакум был обескуражен вообще. Если вы читаете, там всего лишь три головы. Он был ошеломлен, он был зол, он просто не знал, что делать с тем, что надвигалось на Израиль. Он жил в самое тяжелое время, в самое тяжелое время, когда уже и шли вавилоняне, уже было северное царство, а теперь иудейское было под большим давлением. Но он выбрал ожидать. Я и ты переживаем те же эмоции. Мы обескуражены в обстоятельствах. У нас трудности, которые нас ожидают. У нас проблемы, которые иногда сталкиваемся, и нет ответов, которые мы ожидаем, и можно спросить, почему. Все же мы должны делать вывод. Мы не должны быть эмоциональны, когда нет ответа. Сможем ли с вами дать адекватный ответ, как поступать? Что сделал Аввакум? 20 стих пишет так. А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля перед лицем Его. Другими словами, кто я такой? Если Он творец всего и всемогущий, я должен ждать. Имя Аввакум на еврите Хавакук означает обнять. Не бороться. Мы часто боремся от слова обнять. Потому что там своя история есть. Ребенка, который Елисей, помните, воскресил из мертвых. Да, и там Он говорил, ты обнимешь через год своего сына. Помните? И мама дала ему имя Аввакум. Обнять. Мы часто боремся с проблемами. А Бог говорит, обними свою проблему. Потанцуй с ней. Говорит, как со смертью? Да. Обними. Возьми эту проблему. Потому что Я твой ответ. Бог хочет ответить. В Божье время ты не сможешь его ускорить. Но если это время настало, ты не сможешь его оставить. Я хочу вам сказать, что происходит в моем сердце, когда я встречаюсь с проблемами. 99% в моем разуме я сопротивляюсь. Я борюсь. Я думаю, как избавиться от этих проблем. 99%. Я уже придумал какие-то планы, какие-то ситуации. И во мне остается 1%, на который я надеюсь, что все-таки есть Бог, который там на небе. Вы сказали, что у вас должно быть все сто. На 100% только в шоколад. Да. 99% в моем разуме есть борьба. 1% что Бог моя опора. Он никогда не опаздывает для меня. я хочу сказать, Он никогда не спешит, но никогда не опаздывает. Бог никогда не спешит, но никогда не опаздывает. Я хотел бы помолиться, чтобы наш 1% вырос сегодня. Если здесь есть люди, которые сомневаются, чтобы нас 1% вырос на очень многом, чтобы мы сегодня подняли молитву не о том, чтобы это совершилось, а о том, чтобы мы ожидали когда-то совершиться у нас будет праздник. Следующий год у нас год, который начинается с последующей недели Роша Шана. Я хотел бы, чтобы этот год был год веры для каждого из нас. Год веры. Ожидание веры. Не ожидать веры, а вот вера в ожидании. Чтобы в этом году исполнилось то, чтобы вы ожидали может много-много лет. Чтобы мы положили свою веру и увидели это происходящее. Здесь есть люди, которые безнадежны в своем состоянии, потому что многие года не видели ответов. Этот год 5779 год веры ожидания. 2018 год это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Израэль. Израэль. Продолжение следует...